Всем привет, дорогие друзья, с вами Королиша Влог, я Валя. Сегодня мы вам снимем такой мини-мини-мини-мини как бы обзорчик, как бы не обзорчик, я вам буду рассмотреть мои фавориты. И мои как бы не то, что антифавориты, но то, что на мне не очень красиво запах открывается, то, что мне не очень он приятен, как бы. Духи очень хорошие, то есть духи, которые мне как бы не нравятся, как на мне раскрываются, не знаю, что на вас они плохо раскроются. Они вкусно пахнут, как бы красиво, но для меня, именно для моего типажа, для моих вкусов они не подходят мне, да. То есть я не сказала, что они не хорошие, я сказала то, что мне не подходит. То есть как бы от первых до последних. Это пока несколько чайств духов, я вам покажу, которые имеют как бы похожие запахи, да, которые более пудровые, более такие серьезные запахи. А в следующий раз я вам покажу запахи, которые более как бы для каждого дня, более такие лайтовые, да, лайт такие эффекты, там, цветочные, да. А это более такие для, когда вы куда-то идете, вот. Я вам хотела рассказать вчера новость, которую я узнала, я вам обещала, я вам расскажу. Не волнуйтесь, я не выхожу замуж, там кто-то думал, что я выхожу там замуж. Нет, я не выхожу замуж, просто я нашла с Дорином и с нашей секретарь, что у меня нашла академию, в которой я записалась. Я поступила в академию, могу сказать, которая занимается сферой бьюти, это бьюти-академия профессиональная, которая по всей Германии, даже в некоторых странах других это академия, я буду там заниматься косметологией. Очень была рада, прям классно, когда я получила свой диплом по Б1, кстати, сейчас я записалась на Б2, а со следующей недели я начинаю Б2. То есть, я в марте должна начинать эту академию, и, к сожалению, последний месяц моего курса мне придется совместить с академией, потому что и этот курс важен для меня, потому что я должна получить свой диплом, и если я туда не буду ходить, то, к сожалению, меня выгонят с курса, поэтому мне придется совмещать. В академии я просто буду с утра до вечера, вечером я буду работать в праксисе, в праксисе это получается медицинский кабинет, там где доктора или там, да, вот семейные врачи работают, то есть, праксис это получается что-то с медициной, да, или даже когда вы идете к доктору Зубном, то же праксис называется, вот. Я там буду делать практику с доктором-косметологом, который, как бы, я буду за это получать и деньги, да, потому что так в Германии, когда ты делаешь практику, ты получаешь за это деньги, и я не знаю, за другие аузберные, за другие академии, за другие, там, например, университеты, но я знаю, что вот именно за то, что я делаю, я получаю зарплату, вот. Вот, что я вам хотела еще сказать, в среду у нас будет первый день, когда я туда пойду, нам сделают тур, они нас попросили прийти, если мы хотим, чтобы они нам все там рассказали, показали, как там идет, как функционирует все, наверное, они там очень серьезно прям, да, они нам мейлы за мейлами отправляли, они нам все бумаги отправили, которые мы должны отправить, потому что тот курс, который я сейчас сделаю, он идет от Джоб-центра, Джоб-центр, это, получается, агентство по работе, которое тебе ищет или работу, или учебу, а то, что я хочу делать, это беру в шпрах, я беру в шпрах, это, получается, язык для будущей профессии, для будущей учебы, если ты хочешь пойти, там, куда-нибудь учиться или куда-нибудь работать, вот, и тебе это нужно для интервью, там, CV, да, вот эти вот всякие, разговаривать с людьми, проекты делать, может быть, и мне понадобилась вот эта бумага, чтобы я могла делать, и в этом, я скажу, вам есть плюс, если вы не работаете, в этом есть плюс, если вы не работаете, то эта бумажечка, которая вам отправляет, это, как бы, получается, документ, как бы, вам позволяет эти курсы делать бесплатно, но если вы работаете, то, к сожалению, этот курс вам недоступен, именно там, где я делаю беруф, потому что это считается, что вы зарабатываете, и вы можете сами себе отплачивать курсы, вот, другую школу, приватные курсы стоят 300 евро, а если ты идешь, как бы, как безработный, то есть все там мини-джоп, который ты там работаешь 2-3 часа в день, или там, ну, даже 2 часа в день, мне кажется, и вообще мало, там, 2-3 дня в неделю, то тогда ты можешь получать этот курс бесплатно, вот, ну, и если еще хуже ситуация, то тебе могут дать и абонемент, это, получается, как бы, билет для транспорта общественного бесплатно, вот, но я его не получаю, у нас не такая ситуация, вот, потому что я, как бы, работаю параллельно, и, ну, мало, но работаю, и мне, как бы, сказали, что вот, курс мы вам будем отплачивать. Итак, остальные детали я вам скажу, я не буду в подробности входить, потому что, как бы, тоже личная жизнь должна остаться личной жизнью, а мы начинаем с нашим мини-обзором. Итак, начнем, наверное, с моих фаворитов. Вообще, из всех парфюмов, которые вы сейчас можете увидеть на столе, надеюсь, вы все видите, мой самый любимый, я, как уже вам говорила, это Girls Can Do Anything, вот. Почему? Мы сейчас будем все их изнюхивать. В общем, запах у него не флоральный, да, вот, не цветочный запах, да, но я не могу и сказать, что он какой-то пудрово-сильный, да, для каких-то там лейди-бизнес-вумен, знаете, когда более серьезный парфюм. Нет, он подходит и для, когда вы идете куда-нибудь там на слонбук, почему нет, но он и подходит для каждого дня, то есть он имеет запах молодости, мне это кажется. То есть он подходит для всех, мне кажется, я его рекомендую, Настя тоже, моя тетя, его использует, вот, и тоже очень нравится. Выглядит дизайн очень интересно, да, как будто он такой, знаете, не знаю, ну, не знаю, ну, интересно, мне нравится, как выглядит кровь, пробочка от него, вот. Запах у него действительно более такой флорально-нежный, как будто, не знаю, как будто помада какая-то, да, я сейчас вам попытаюсь объяснить, вот реально, как бы вот детально, да, все эти запахи, как будто какая-то очень нежная помада с какие-то оттенками немножечко цветового, типа такого. Но я вам, честно, вот по моему мнению, вот именно по моей коже говорю, что он пахнет молодостью. Это мне так кажется, это мой number one, мне вот так кажется. То, что мне нравится в последнее время, это последний месяц, или, ну, меньше месяца, это вот этот парфюм, который я, к сожалению, не знаю, как его произносить. Подождите, наверное, линтердит, типа такой, я не знаю, честно говорю, не хочу показаться тупой, но я не знаю, как он называется, он, конечно же, не на английском, он, наверное, на французском или на итальянском, не знаю, на каком-то языке, я не хочу показаться тупой, сразу говорю, я не знаю. Но вот этот уже пахнет более сильно, у него более такой оттенок, как будто к мужскому, да, к какому-то парфюму, но не мужскому. Это как будто мужественная женщина, вот. Мне вот так кажется. Я попытаюсь вам объяснить из моей точки зрения, я не эксперт по парфюмам, так что я не смогу вам какие нотки там чувствуются рассказать, но я вам говорю, этот парфюм очень классно раскрывается на теле, он раскрывается, как будто вот человек, я не знаю, как у вас, но вот парфюм, который показывает, что человек ухоженный, мне вот так вот кажется. То есть есть некоторые парфюмы, которые ты даешься, они очень дорогие, но они дешево, прям вот дешево так вот, да, пахнут. А этот именно как будто пахнет ухоженным человеком. Мин, когда даешься, он пахнет, как будто, не знаю, ты там какой, ты там не знаю сколько раз в день принимаешь пеные ванны, всякими солями, всякими кремами. Действительно очень вкусно пахнет. У меня нож немножечко забит, так что я не знаю, как я вам, вот. Реально вкусно, но он не цветочный, как всем нравится, говорят, что парфюмы цветочные. Вот это действительно пудровый как будто запах, который имеет нотки, скажем так, мужского одеколона, но не мужского, мужественной какой-то женщины, да. Мне очень нравится в последнее время, как он на мне раскрывается. Я вам рекомендую, если вы хотите что-то более такое, да, серьезное, я вам его рекомендую. Так, дальше по интересным, как бы, да, креативным таким запахам идет вот этот парфюм. Сейчас я вам покажу. Монтейл, наверное, Парису или, я не знаю, Монтейл, Парису, короче, называется он так, как я вам сказала, как я прочитала, вот. И знаете почему? Я без того, чтобы прочитала, здесь написано интенс кафе, то есть интенсивный запах кофе, но действительно пахнет кофе. Он открывается, очень интересный амболаж, да, он действительно пахнет кофе, но кофе как будто заваренный, и женщина, которая там, знаете, как раньше, да, девушки сидели, там, пили кофе, да, ну, именно раньше, когда Марлин Монро еще был, он реально как будто Марлин Монро я понюхала. Пахнет очень такой милой, нежной женщиной, которая попивает кофе, да, на террасе. Очень красиво, очень вкусно пахнет, мне он очень нравится. Тоже парфюм, конечно, не на каждый день, мне так кажется, но очень вкусно пахнет, мне он нравится, но я вам говорю, у каждого вкуса свои, например, маме этот парфюм мне очень нравился, то есть она им пользовалась, несколько раз попользовалась, но сказала, что на ней не нравится, как он открывается. И кажется, что слишком интенсивный запах. Действительно, запах интенсивный, запах чувствуется, даже написано интенс. Им не надо даваться много, зависит, конечно, в какой пропорции вы пользуетесь духами, то есть если вы именно интенсивные какие-то парфюмы имеете, вам хватает, я так знаю, я смотрела от какого-то там эксперта, что парфюм дается именно в облачко, надо заходить, а не просто вот так вот возле кожи, и потом ты думаешь, блин, а я как будто не пахну вообще. Вот. Мне кажется, что вот именно этим парфюмам надо вот использовать эту технику облачко. Раз, два, и можно там в облачко это зайти. То мне кажется, два пшика этим парфюмам нормально. То есть интенсивные парфюмы, хватит, мне кажется, два пшика, зависит как. То есть если вам кажется, что вы не пахнете парфюмом, который вы дались, это не значит, что вы не пахнете, потому что вы не можете чувствовать все время свой парфюм. Конечно же, когда вы даете, вы чувствуете свой парфюм, а потом как бы проходит это. Следующей серии дорогой женщины, скажем так, тоже пудровый, это от Maison Lancome. Очень-очень классные духи у Lancome. Этот очень-очень серьезно пахнет, я вам хочу сказать. Прозвучит странно, но когда его только вдыхаешь, чувствуется запах немножечко как будто взрослой женщины после 60, мне так кажется, потому что запах действительно очень пудровый и очень-очень там прям, ну не старое, вот именно старых одеколонов, старых духов женских. Это он очень серьезно, я вам это хочу сказать. Но, да, у него даже цветы нарисованы, но когда его даешь на кожу, во-первых, у вас бесит кожа, я не знаю почему, а во-вторых, он начинает открываться, он начинает открываться в приятную сторону. Он начинает пахнуть, опять же, как я говорю, все эти парфюмы, которые я вам покажу, они пахнут серьезной женщиной. Они подходят, мне это окажется, вот эти именно духи, которые я вам показала, для женщин, ну где-то 40+. Для девушек от 20, как я, до там 30, мне кажется, что этот парфюм не подходит, к сожалению, потому что он не то, что пахнет женщиной в возрасте, но он более подходит для возраста, как бы. ты не можешь почувствовать, например, женщину, которой там, ну скажем, 55 лет, вот именно с Lady Million. Lady Million, это парфюм тоже для девушек очень молодых, потому что он пахнет, не знаю, как вам сказать, как и для мужчин, вот именно молодым, молодым мужчиной, мне кажется, так, молодым мужчиной, или молодой женщиной. То есть я думаю, что мне Lady Million очень нравился, когда мне было 16 до 18 лет, сейчас я им даюсь, но очень-очень не часто, то это уже мы перешли плавно к другому парфюму. То есть эти два парфюма, это совершенно разные парфюмы. Этот парфюм подходит очень сильно для молодежи, то есть для меня, я как бы уже старая для этого парфюма, но не такая уж я старая для него, как бы я могу еще где-то 2 года им попользоваться, но я точно уверена, что Lady Million мне больше не будет нравиться. А этот более для взрослых женщин, да, состоятельных, таких скажу вам. Хотя есть у нас друг, который тоже пользуется миллионом, только для мужчин, и как бы для его возраста мне кажется, что этот парфюм не подходит. Также я могу сказать про Chanel номер 19. Chanel номер 19, действительно, я вам точно, честно говорю, с рукой на сердце, когда чувствуешь, когда его нюхаешь, пахнет старым одеколоном для дедушек. Старым одеколоном для дедушек, которым раньше все давались, когда брились. Вот этот в баночке, но, есть один но, этот парфюм потом пахнет вкусно. Ты этот парфюм, ну, вкусно. Я вам сказала, есть парфюмы, которые мне сначала не нравятся, потом нравятся, да. То есть этот парфюм, он нехорошо пахнет, когда вы его в банке, нюхайте в банке, ну, вот в этом амбалажа, да. А когда вы его, именно на вашей коже, он раскрывается, как будто тебе начинает этот запах даже чем-то нравится. То есть это какой-то странный запах, который потом тебе кажется замечательным. Я не знаю, как это и почему, но именно так. Но я опять сказала, этот парфюм, как и вот эти, которые я вам показала, они, вот более другая возрастная категория. То есть не моя возрастная категория, там после 35, мне кажется. Эти парфюмы, которые я вам вот сейчас вот эти два показала, это более для взрослых состоятельных, состоятельных, ну, там как бы пахнет, как состоятельная женщина, вот. Ну, действительно, пахнет более возрастом, да, как бы. Я так говорю, что вот эти серьезные парфюмы, которые пахнут серьезно, они пахнут состоятельным человеком, вот. Так же, как и некоторые мужские парфюмы, зависит какой ты парфюм. Если ты поставишь леди, не леди миллион, а просто миллион, ты не будешь пахнуть состоятельным мужчиной. А если ты поставишь от Armani Code, вроде бы что-то связывается. Есть те, которые более серьезные, более такие интенсивные парфюмы, пахнут для моего состоятельным человеком, даже если ты не состоятельный человек. Следующий. Написано Not a Parfume, то есть это не парфюм, это, наверное, туалетная вода, как бы, я не знаю, как вам объяснить. Juliet has a gun, то есть у Juliet есть пистолет. Как он пахнет? Он очень, очень плотно амболированный, то есть там и коробка какая-то, которая там, там еще одна коробка, и потом еще другая коробка. Вот. Мне не... Я не знаю, чем он пахнет просто. Я не понимаю, то есть у него запах как будто ничего. Вот. Вот поэтому он мне не нравится. Хотя парфюм, я точно не помню, сколько он стоил, вот, я не знаю, я не могу вам соврать, сказать, или что он был дорогой, или что он был дешевым. Наверное, цена вот как бы, ну, между, да, то есть не самый дешевый, но и не самый дорогой. Вот. Но он пахнет как будто очень слабо. Этот парфюм пахнет для меня очень слабым. Я не чувствую его запаха, я не чувствую в чем, вот, подвох, да, как будто пахнет чем-то сначала вот этим, да, парфюм, который я показывала, как будто, но только очень-очень прям там ваг, да, вага там получается очень слабо. Я не чувствую здесь нота какого-то интенсивного парфюма. Может, он хороший для каждого дня, но я действительно не чувствую. Может, так мне кажется, я не знаю, у кого этот парфюм есть, можете рассказать, но мне он действительно не особо так нравится. Я им попользовалась один раз, и я не почувствовала вообще, что я отдалась парфюмом. Мне он вообще не понравился. И когда его просто брызгаешь, чувствуется чуть-чуть спирта, но потом как будто как бы очень-очень-очень слабый запах. Может, он хороший для каждого дня, может, вам нравится, может, на вас вообще замечательно открывается этот запах, но мне, к сожалению, нет. Следующий, это мои любимые тоже парфюмы от Narcissus Rodriguez. Он очень хорошие парфюмы делает, он, она, Narcissus, это получается как мужчина, да. Вот. Это коллекция, которая есть for her, то есть это на английском для неё и для него, да. Вроде бы pure mask, я не точно не знаю, наверное, так произносится, вот. Вот. Но если так как бы прочитать это название, как будто я не знаю, как бы перейти на русский, да. Аутентичный mask, это как бы может от маскулит, который идёт как бы мужчина, может мужественностью пахнет, но я точно вам не могу сказать, потому что я его один раз только использовала, но пахнет он немного скути, немного памперсами. Я помню, снимала с моего видео, я вам рассказывала. Он, когда его только вдыхаешь, он как будто ничем не пахнет, потом начинает пахнуть мужчиной, а потом начинает немножечко пахнуть пудровыми памперсами. Действительно, я вас не могу обмануть, я вам это скажу сразу, но Нарсиса Родригес сделает очень аутентичные, очень прям такие классные духи, которые у нас очень много их там есть, которые я вам тоже покажу в следующий раз, и они очень классно пахнут, но вот именно эти духи, действительно, они пахнут каким-то маленьким ребенком, который, ну, чистый памперс имеет, вот, реально пахнет памперсами, но это мое мнение, я не знаю, какое у вас, но реально вот этот парфюм мне только вот это передает, как будто запах памперса, поэтому он моих не фаворитов, вот. Но если вы хотите просто для коллекции его купить, можете купить. Следующий парфюм, это который маме нравится, Love & White, который идет от Крида, мне он нравится, но не на мне, маме очень шел, маме очень нравился, и он более пахнет каким-то таким дезодорантовым, вроде бы, запахом, то есть вы знаете, как дезодорант, вот именно классический, Рексона пахнет, да, как будто, как бы, такой запах свежести, вон такой, и этот парфюм именно, он пахнет очень сильно дезодорантом, но он пахнет и парфюмом, то есть этот парфюм для каждого дня, я не считаю, что этот парфюм, как многие говорят, что он для там каких-то там праздников или что-то типа такого, для каждого дня он прям подходит, он пахнет просто, как бы, чистым человеком, как я уже говорила, он не пахнет как-то специфически, он, у него, он красиво, да, упакетон, упакетон, короче, у него красивая коробочка, у него все красиво, да, похож, Как будто он такой фэнси, но, к сожалению, для меня он кажется слишком простым. Мне не нравятся простые парфюмы, мне нравятся креативные какие-то специфические такие парфюмы. Дальше, это вроде бы Гюрлен, я не знаю точно, как произносится. Вот, это парфюм, которым Артём подарил, потому что мы хотели новую, заполнить коллекцию, вот. И он идёт в форме домика. Очень миленький, очень миленький, миленький, миленький дизайн этого парфюма. Тут идёт платьишко, тут сзади написано, вроде бы, на французском. Вот, я не знаю французский, я не могу вам сказать. Как он пахнет? Он пахнет очень классно, я вам хочу сказать. Он пахнет миксом между Girls Can Do Anything, который молодёжью пахнет, и чем-то вот с этим, которое более для серьёзных дам. И это мне нравится, то есть он подходит для каждого дня и для, как этот, серьёзных, для серьёзных дам. Мне он очень нравится, как он пахнет, потому что он тоже пахнет молодёжью, но не молодёжью, где-то 17 лет, а более дальше, знаете, уже как с 20, там, 28. Очень классно пахнет, очень интересно пахнет, мне очень нравится. Ой, классно, не могу не надышаться. Вот, я не рекомендую брать его женщинам где-то после 36, ну, скажем так. Потому что он реально пахнет как, ну, если вы хотите, конечно, почувствовать себя опять в 19 или в 18, то можете его взять, но я его не рекомендую. Сейчас я вам скажу, какие я вам рекомендую именно по возрасту, да. Сейчас, скажем, детям, да, вашим там детям, можно сказать, вот с 16 до где-то 18-19 я рекомендую Lady Million, и я рекомендую Girls Can Do Anything, вот это именно два, да, я рекомендую для девок. И вот этот, который я вам только что показала, я рекомендую действительно девочкам этот парфюм. Дальше, скажем так, с 19 до 29-30 я предлагаю вот этот Girls Can Do Anything, и фиг по тому, что он действительно пахнет молодостью. Ну, я вам, можете взять и вы, то есть, если вам, как бы, скажем, от этого возраста дальше, вы можете взять, если вы хотите себя получувствовать таким, знаете, или фреш, свежим, но я его больше рекомендую именно как чувствуется от других, да, людей. Дальше. Мне, на моем возрасте, мне он нравится, то есть, у меня стиль, как вы знаете, более серьезный, так что я всем даюсь, но если вы хотите взять, если вам нравятся интенсивные, я вам рекомендую тот, что с кофе, да, парфюм. Дальше, женщины 50+, я рекомендую, чтобы вы себя чувствовали такими коварными женщинами, я вам рекомендую этот Chanel, номер 19, я вам рекомендую вот эти духи от Lancome, очень классные, я вам реально рекомендую, почувствуйте себя миллионером. Вот, и я вам рекомендую те, которыми я даюсь, значит, я пахну как состоятельная уже женщина, ну, как может быть состоятельным в 20, конечно, уже после 40, вот эти. Остальные возрастные категории я вам рекомендую другие, но они не мои фавориты, они для меня пахнут срано или вообще ничем, те, что я не произнесла. Но, Versace, я вам показала Versace? Versace Crystal, кстати, вот, мне кажется, я этот забыла вам показать. Versace Crystal помогает для всех. Он подходит для молодых, он подходит для состоятельных, я говорю, состоятельных женщин, для более, да, скажем, 50+, женщин, он подходит и для очень молодых, как там, от 16 до 19, он подходит и среднему возрасту, я не знаю, средний возраст это как у меня, или вообще я тоже как бы считаюсь ребенком, еще просто я говорю, средний возраст это как бы от 19 до, там, или до 20. Очень классно пахнет, очень классно, мне нравится, но Versace Crystal мне нравится прям всем. Versace Crystal пахнет дорого, реально пахнет дорого. Он пахнет дорого и он подходит тоже для не каждого дня, вот. Но, как я вам расскажу историю с этим парфюмом, он мне нравится с тех пор, как мне было где-то 14-13 лет, я у него, этот парфюм у мамы, он всегда был. Если вы хотите почувствовать запах мамы, покупайте себе Versace Crystal. Вот это я вам хотела про него рассказать, поэтому я его и принесла. Я, когда мне было 13 лет, я всегда воровала у мамы этот парфюм, и мама мне говорила, что ты у меня все время тыришь этот парфюм, он для более взрослых женщин, да, там, как для моего возраста, ну, для ее возраста, а не для девочек маленьких. Но я всегда его утырила, и все меня спрашивали, какой у тебя парфюм, классный, классный. Сразу вам говорю, этот парфюм для того, чтобы вы знали, как пахла мама всегда, когда ей было 20-20 с чем-то. То есть вот этот парфюм, когда она была в моем возрасте и старше, вот этот парфюм мама. Покупайте, чтобы почувствовать, как пахла моя мама. Странно прозвучало, но это так. В общем, я надеюсь, вы поняли, что я не какой-то там эксперт, я вам просто рассказала свое мнение и свои предпочтения, да, я рассказала вам, какие по возрасту подходят парфюмы, я надеюсь, я никого этим не обидела, да, если, может, у вас другие вкусы или, да, но это, вот, например, с возрастом сразу хочу извиниться, если я вам там как-то обидела, что там как бы в этом возрасте надо так, в этом так. Нет, просто когда тебе там 15-18 лет, ты хочешь одеваться более, например, откровенно, ты хочешь короткие юбки, ты хочешь это, когда ты это делаешь уже в 40 лет, это уже выглядит некрасиво. У меня не такой стиль, поэтому я так себе как бы позволила немножечко рассказать по возрастной категории духов, скажем так, потому что у меня стиль намного старше, чем я выгляжу. У меня стиль намного как бы 30+, мне как все говорят, даже мой папа, то есть Дорин и Артем, мне все так говорят. Я не люблю одеваться на свой возраст, поэтому у меня и парфюмы, я пользуюсь, которые для более возрастной категории. Я поэтому сказала, что все зависит от ваших вкусов, от вашего стиля. Но так, если смотреть логично и как говорят все, то вот именно по этой возрастной категории подходят эти парфюмы. Но то же самое, что если ты будешь одевать короткие юбки и там с голым животиком, если тебе будет уже 60 лет. То есть я свою бабушку же, конечно, не вижу в каких-то там топиках, с груди на улицу, там с красными губами, не знаю с чем, и с какими-то вот такими вот каблуками. Я ее не вижу, но как бы каждый одевается, каждый пользуется чем хочет, любым парфюмом, но все-таки возрастная категория иногда должна иметь лимит. Да, то есть не можешь выглядеть, это нелепо, когда ты в 40 лет пытаешься как бы скоротать молодость, или как говорится, вот именно вспомнить времена, да. То есть я не знаю, ну это реально так, это мое мнение, да, для меня это как-то не так выглядит, мне кажется, вот. Но это не значит, что одеваться серьезно, это значит быть старым. Одеваться серьезно, это значит, что вам просто нравится такой стиль, что вам, например, мне нравятся парни, которые одеваются более серьезно. Мне нравятся парни, которые одеваются в рубашке. То есть если я смотрю на парня 25 лет, которому подходит миллион, да, и парфюм, то мне кажется, что он не очень пахнет прям как он одевается. То есть если он одевается в рубашку, мне хочется чувствовать более такой запах, который, да, более сильный, как вот эти парфюмы, да. Есть мужчины, которые пользуются просто этими парфюмами. То есть для меня это зависит от вкусов каждого. У меня такой стиль, у меня такой вкус, вот. И поэтому я так и сказала. То есть для меня парфюм это важно. Я очень смотрю всегда на парфюм, как человек пахнет. И если мне нравится, должен парфюм подходить. Я вам говорю, все парфюмы, которые я вам здесь показала, на меня не подходят. У меня стиль смешанный с молодостью, когда у меня такое настроение, и с более взрослой женщиной, да. То есть как Дорин и как все мои друзья мне говорят. Но мне нравится. У меня более элегантный стиль, у меня более такой стиль. И мне это нравится. То есть для меня эти парфюмы, которые я вам сказала, которые серьезные, я вам рекомендую. Потому что у вас от меня будет большой респект. Я буду вас нюхать. Ну не нюхать. А когда я буду чувствовать ваш запах, мне кажется, что вы как будто запах состоятельного человека. И как бы не состоятельного человека, это миллиардера какого-то. А запах человека, который уверен в себе. Вон, нашла слово. Запах человека, который уверен в себе и который состоялся в жизни как человек. Для меня вот это вот, эти серьезные запахи, это и означают. Но это не значит, что вы не можете попробовать все парфюмы, которые я вам сказала. И если вам нравятся какие-то из них, то на каждый день. То есть у каждого вкусы свои, но мне вот именно на себе я вам сказала, что эти парфюмы вот именно как бы я себе, в каком возрасте я им на себя бы давалась. Но кому как. Вы можете даваться в каждый день и Lady Million. И Girls Can Do Anything, который как бы идет более для маленьких девочек. То есть я как бы чувствую себя более старшей для этого парфюма. Но он мне очень нравится. Никто вам ничего не запрещает. Одевайтесь как хотите, делайте что хотите со своей внешностью, потому что это только ваша внешность. Давайте с каким парфюмом вы хотите. Делайте что хотите, потому что ваша жизнь это только ваша жизнь. И никому не решать за вас. Если у другого другая, как бы, другой взгляд на жизнь, это не значит, что вы какая-то не такая или вы какой-то не такой. Делайте так, как вам нравится. Это не значит, что вы должны жить по принципам другого человека. Это то, что я хотела вам сказать как бы про парфюмы и про стиль. Не надо слушать никого. Вы можете только взять, как бы, послушать, что думает другое об этом. Но вы делайте так, как вы хотите. Кстати, вы помните, я дала сюда парфюмом. Очень красиво открылся. Очень красиво. Поэтому я вам говорю, парфюмы классные. Покупайте, какие хотите. Я вам сказала, как они пахнут, и как для моего мнения не эксперта они пахнут. Вы не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте поставить лайки. Комментарии. Я говорю комментарии ставить, но не для тех, кто ставит плохие комментарии. Я все читаю. Значит, что я все читаю. Если я не отвечаю, то не значит, что я их не читаю. Пишите мне в директ, в инстаграме. Подписывайтесь на телеграм. Там все будет в описании. И на инстаграм. Там все новости. А я вас целую. Всем пока. И пахните хорошо, потому что это важно. Всем пока.